Здравствуйте, я Дмитрий Трофимов. Вы находитесь на моем канале, а вы подписались на мой канал. Да-да, подписались, молодцы мои милашки. Сегодня у нас будет демонстрация, а именно пример, петля общения плюс словесная импровизация мастера одного слова. Петля общения, ссылка только что появилась. И после этой ссылки сразу же появится ссылка на мастера одного слова, да, словесная импровизация. Я буду сегодня совмещать две техники, и вы можете также тренироваться дома и совмещать эти две техники, и у вас будет офигенский крутой результат. Начну я с петли общения, но иногда в петлю общения я буду вставлять словесную импровизацию. Я просто сейчас буду открывать какие-то темы, оператор, который меня снимает сейчас, будет отвечать на мои какие-то вопросы, я буду применять на операторе петлю общения. И вот там же будет словесная импровизация. Ну, понеслась. Опять же, да, петля общения. Можно запускать петлю общения абсолютно с любой темы, абсолютно с любой. И самое простое, это начать петлю общения, то, что меня здесь окружает, что вижу, о том и пою. Вы слышите? Вы слышите? Птички поют. Как ты относишься к пению, птица, оператор? Когда по утрам поют, я их ненавижу. А так, в принципе, нормально. А мне очень нравится, когда они поют по утрам, потому что я понимаю, что сейчас где-то 5 утра, ну 5-6 утра, и они только начинают петь. И я понимаю, что у меня еще есть время поспать, как минимум 2 часа. И я в этот момент предвкушаю, что я сплю еще 2 часа, и мне становится от этого еще кайфовее. А бывает такое еще, что птицы разные бывают. То есть птицы в одно время поют, потом какие-то другие птицы поют в другое время. А потом бомж Федор поет там в 9 утра, кричит, пиво будешь мешка, мешка. Это уже концовка, да? И я понимаю, что пора вставать. А как ты считаешь, вот если бы птицы тебя вот так сильно бы не раздражали? Или давай так, есть ли какие-то птицы, которые бы тебя не раздражали? Ты бы с удовольствием их слушала даже утром. Сомневаюсь. Я утром люблю поспать. А у меня почему-то птицы по ночам поют еще в придаче. Я бы сказал по-другому, что это птицы просто дезориентировались, наверное, в пространстве, да? То есть они не понимают, что происходит. Или просто это птицы, которые немножко прибухнули, может быть, так, и потерялись во времени. Может быть, это тоже Михаил и Валентин, и они птицы, я имею в виду. Ну ладно. А вообще, если вот исключить, что вот летом, да, поют птицы, я понимаю, мы же говорим про лето сейчас, да? Ну да. А вот если мы говорим, что птица тебя раздражает, а может быть, что тебе нравится тогда? Наверное, нравится, кроме вот, то, что тебе не нравится птица, значит, нравится что-то другое. Что тебе нравится? Именно по утрам или вообще? По утрам. По утрам я люблю тишину, чтобы никто не мешал, особенно соседи дятлы, которые постоянно что-то ремонтируют. Смотри, смотри, белка, покажи, покажи ребятам белку, смотри, какая прелесть. Эти путьки, если вы там видите белка, это очень клево, и она так дышит их смешно. Смешная белка. Это прекрасно, когда к нам тянутся животные. Я был совсем недавно в зоопарке и увидел там пингвинов, они такие милые. А какие нравятся тебе животные? Ну, может быть, не зоопарки, может быть, где-то еще. Я люблю белых медведей. Первый раз я их увидела в Новосибирске тоже в зоопарке. Такие шикарные, белые, хлюпаются в водичке. Хлюпаются в водичке, какое смешное слово. Я тоже люблю хлюпываться в водичке. Я ходил как-то в свое время в бассейн, и я думаю, что я просто плаваю? Мне не нравится просто плавать. И я поставил себе цель. И вы же знаете, я люблю ставить цели. И проплавать я хотел без перерыва 40 минут. Вот безостановочно, да, вот без вот этого. Еще немножко поплавать. И я плавал безостановочно, я тренировался, и у меня это получилось. И такой кайф испытал, когда я достиг эту цель. А вообще цели достигать, это для меня наркотик. А любишь ли ты достигать какие-нибудь цели? Да, наверное. Это говорит о том, что человек нифига никогда ничего не достигал. Ладно, шучу, шучу. Конечно же, что-то у тебя по-любому есть. Конечно, ты супер классный достигатор цели. Ребята, сейчас была словесная импровизация плюс петли общения. Как вы видели, да, я помимо того, что я задавал какие-то вопросы, я пытался также раскрутить темы собеседника. Но больше, больше я говорил именно о себе. Но я мог еще даже, если бы захотел, я мог еще раскручивать темы собеседника. Например, почему не нравится пение там по утрам? Почему это какие-то там какие-то птицы? Что там с летом? То есть я старался раскручивать темы собеседника. Плюс я задавал вопросы и все равно, все равно я включал словесную импровизацию. Словесная импровизация, что я включал? Я включал модальности, да, что я чувствую, что я вижу. Помимо этого я пытался рассказать как историю, да, у меня была в моей словесной импровизации история. Ну и опять же потом чередовал с петлей общения. И вы можете делать абсолютно точно так же. Тренироваться вам не обязательно с кем-то. Вы можете это делать дома, самостоятельно. Петля общения. И где-то в середине петли общения вы говорите о слове, да, мастер одного слова. Потом опять петля общения. Можно на другую тему. И опять вы говорите о каком-то слове. Хотите, можете потренироваться с другом. Например, вы говорите, Мишка, а хочешь еще лучше прокачаться в общении? И Мишка говорит, да! Тогда петля общения и словесная импровизация. Дмитрия Трофимова, канал, ты уже подписался? Ты подписался на него, Михаил? Чтобы мы с тобой могли потренироваться. И Михаил, и Валентин подписались на мой канал. И я напоминаю, что вам нужно подписаться на мой канал. Также помимо этого поставьте лайк под этим видео. И напишите комментарий, как вам этот пример. И может быть вы хотите какие-то еще примеры, тоже можете написать в комментариях. Помимо этого, напоминаю, у меня есть телеграм-канал. У меня есть страничка ВКонтакте. И у меня появился Инстаграм. Заходите на Огонек, посмотрите, что там есть. Все ссылки под описанием этого видео. И на сегодня все. Я желаю вам хорошего, классного настроения. Потому что именно классное настроение сделает у вас мастодонтов. Смешная белка. Прикольно. Прости, что я тебя перебил. А белка к нам приближается. А нам некогда, нам некогда. Давай, давай, да пофигу ты на нее уже. Маньячная белка. Да садись, оператор, садись, забей на нее.